Хотел бы начать с одного текста из Священного Писания. Это послание апостола Павла к филиппийцам. Мы откроем с вами четвертую главу. И мы будем с вами читать с 10 стиха и потом выборочно. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благопрепятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Слава Господу. И мы прочитаем с вами еще 18 стих. «Я получил все, и избыточествую я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Слава Богу, друзья. Вы знаете, возможно, сегодня я кого-то разочарую. Но, тем не менее, это будет библейская истина, которую мы должны принять в наше сердце, принять в нашу жизнь. У каждого из нас есть нужды. Поднимите руку, у кого нет нужды. У кого на сегодняшний день нет нужды. Да, Радмила, у тебя нет нужды. Наверное, я ошибся, потому что у наших детей, в принципе, у них нет нужды. И нам в этом плане нужно научиться, наверное, у детей. Но на самом деле у взрослых людей есть нужда. И у нас есть нужда. Мы продолжаем, у нас есть аппетит, мы хотим кушать. Нам нужно платить по счетам. Нам нужно, кто имеет автомобиль, ремонтировать, готовить сейчас к зиме, покупать зимние шины, делать замену масла. Нам нужно платить за квартиру, платить за интернет, платить за телефонную связь. У нас постоянно есть нужды. И вы замечаете, что эти нужды, они не кончаются. Если кто находится в какой-то болезни, то ему постоянно нужно покупать какие-то лекарства. Вы замечаете, у нас есть нужды. И мы молимся Богу, мы просим, чтобы Господь помог нам, но нужды, они почему-то не уходят. Нужды, они восполняются, но они не исчезают из нашей жизни. Вы замечаете такое или кто-то один раз покушал, помолился или помолился, покушал, и у него все, аппетит пропал, он больше не кушает. Такого нет. Буквально проходит несколько часов, у нас опять появляется аппетит. А посмотрите на наших детей. Ты только купил ему брюки, ты только купил ему костюм, ты только купил ему туфли. Ты думаешь, ну, через полгода ты смотришь, брюки уже короткие, туфли уже ему маленькие, и ты думаешь, да что ж такое. Ну, некоторые родители бывают мудрые, они берут на два размера вперед. Но, тем не менее, у нас есть нужды. И, знаете, мы бы хотели, конечно, так, чтобы Бог забрал у нас все нужды, чтобы их и не было. Потому что эти нужды, они вот, знаете, они мешают нам. Они мешают нам как-то свободно жить, радоваться постоянно. Они давят нам на наши мысли, на наш разум. Послушайте меня, братья, сестры. Бог не будет забирать наши нужды. Нужды будут всегда. Может быть, я вас разочаровал. Бог может восполнять наши нужды по мере нужды. Но Он никогда не будет забирать наши нужды. Все эти заботы и нужды, они будут оставаться в нашей жизни до тех пор, пока мы здесь живем. Почему вы не говорите «слава Богу»? О чем ты, брат? Бог да восполнит всякую нужду нашу. О чем ты? Но я уверен. Знаете, почему Бог не забирает наши нужды и не будет забирать их? Почему? Первое, потому что нужда, послушайте внимательно, нужда вырабатывает в нас зависимость от Бога. Когда у меня нет нужды, а зачем мне тогда Бог? Но у меня нет нужды. Мне довелось быть, ну, где-то пару-тройку раз в Европе. Вы знаете, ну, конкретно в Германии, я был в Австрии, и я смотрел, как люди живут, о чем они молятся. Я был удивлен. Они не молятся там «Господи, благослови, чтобы у меня была дома еда». Они не молятся. То есть у них с этим, как бы, проблем нет. Но я смотрю на свою жизнь, и я понимаю, есть нужда, и я молюсь, Боже, благослови, чтобы дома было что покушать. Не знаю, есть ли у вас такая нужда. Молитесь ли вы об этом? Или, может быть, вы так шикарно живете, что вы уже об этом не молитесь? Но я увидел, и я понял, что если нет нужды, ты, как бы, становишься свободным от зависимости Божьей. Но именно нужда, она вырабатывает в нас зависимость от Бога. Я завишу от Бога. Господи, я нуждаюсь в Тебе. Ты мой обеспечитель. Я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в Твоей помощи. Когда есть нужда по здоровью, мы начинаем молиться, Господи, помоги мне, помоги мне сделать это или то, дай мне силы. Нужда вырабатывает в нас зависимость от Бога. Господь хочет, чтобы мы были зависимы от Него. Господь хочет, чтобы мы были прилеплены к Нему. Поэтому Он не будет забирать у нас нужды. Он будет их восполнять по мере нашего отношения к Богу и по мере, ну, надобности. Третье. Именно нужда, она дает нам возможность или способность быть довольным. Знаете, что самое отвратительное, наверное, ну, не самое отвратительное, но является отвратительным качеством в человеке? Недовольство. Наверное, вы встречали таких людей. Они постоянно недовольны. Она недовольна своим мужем. Она недовольна вот этой квартиру, которую ей Бог дал. Она недовольна правительством, она недовольна погодой, какая мерзкая погода. Вот это вот такое, знаете, чувство. Постоянно недоволен, 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 ничем недоволен. Солнце, оно печет сильно, жарко. Пасмурно, дождь, хмура. И это сущность человеческая, греховная сущность. Когда мы постоянно чем-то недовольны. Но именно нужда, она учит нас быть довольным. Посмотрите, 11 стих, филиппийцам 4 главы. Апостол Павел пишет. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. И действительно, этому нужно научиться. Научиться быть довольным. Или довольным нужно научиться. И именно нужда. Она учит нас быть довольным. Аминь. Когда я в нужде, я смотрю на то, что у меня есть. И говорю, слава Господу, что у меня это есть. Потому что больше ничего нет. Знаешь, ты открываешь холодильник, там пусто. Стоит кетчуп и майонез. Знаешь, я скажу тебе. Скажи, слава Богу, что у тебя есть холодильник. Потому что есть люди, у которых нет холодильника, или он сломался. Знаешь, ты смотришь, а у тебя в доме нет горячей воды. Но ты скажи, слава Богу, потому что у тебя есть холодная вода. А некоторые до сих пор флягами ходят на колонку за 500, за километр. Вы понимаете, да? Бог так лишает нас каких-то вещей. Он работает с нами. Он позволяет какой-то нужде быть. Чтобы нас дать нам, привить нам способность быть довольным тем, что мы имеем. И еще, нужда, это возможность чему-то... Двенадцатый стих. Апостол Павел пишет, он говорит, умею жить и... В скудости умею жить и в изобилии. И если вы когда-то жили в скудости и жили в изобилии, вы поймете то, что я вам скажу. В изобилии куда сложнее жить, чем в скудости. И знаете, есть такая тенденция. Когда у тебя есть изобилие, ну, например, у тебя есть месячный доход 100 тысяч. 100 тысяч, хорошо? Рублей 100 тысяч в месяц, хорошо? Сестры, если бы вы пенсию имели 100 тысяч, кто на пенсии? Знаете, почему они так приятно возмущаются? Потому что они научились жить на 8 тысяч. Но когда ты живешь, у тебя есть постоянно регулярный доход 100 тысяч. Ты приходишь в магазин, и ты можешь так спокойно себе купить что-то. Ты привыкаешь к этому. И потом, когда приходит время нужды, раз вдруг тебе сказали, знаешь, парень, извини, больше ты не будешь получать 100 тысяч в месяц, вот у тебя десятка, все. И ты говоришь, как десятка? Ну, десятка. И теперь ты думаешь, как на эти 10 тысяч прожить, потому что коммунальные платежи 6 тысяч, интернет-телефон тысяча. И как теперь мне на эти 3 тысячи? Как? И знаете, что происходит с людьми? Они не понимают, как можно на это прожить. Они идут, берут какой-то кредит. Почему? Потому что они привыкли. Они не умеют жить в скудости, и они не умеют жить в изобилии. Но именно нужда дает нам способность научиться жить в изобилии. Микрофон, да, я сменю. Итак, Бог не будет лишать нас, забирать у нас наши нужды. Он будет оставлять их и восполнять по мере необходимости. Именно через нужды Он вырабатывает в нас зависимость от Бога, от Него. Он дает нам способность довольствоваться тем, что есть, вырабатывает в нас вот это качество, этот плод. И еще нужда, это возможность чему-то научиться. Павел пишет, научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод. Быть в обилии и быть в недостатке. Пусть Бог благословит. Если вы поняли меня, поднимите руку, потому что мы пойдем дальше. Слава Иисусу! Я очень рад, что вы поняли. Но я сейчас хотел бы кое-что показать вам. Именно как Бог восполняет нужду. Обычно, когда у нас нужда, мы останавливаемся, мы просим Бога, или мы идем к тем людям, которые способны нам помочь. Вчера я разговаривал с одним человеком. Он сам проходил реабилитацию. И он рассказывает, я проходил реабилитацию с одним братом. И сейчас этот брат, он миллионер. То есть у него, так Бог его благословил, что он миллионер. Он может позволить себе, чтобы его жена родила в Америке, например, ребенка. У нас реабилитацию он проходил. Чудесно, правда, как Бог благословляет? И вот этот брат мне вчера рассказывал, он говорит, ты знаешь, у меня была нужда, я вспомнил, что я с ним проходил реабилитацию вместе. А была нужда. Он говорит, дай я ему наберу. Что для него там эти какие-то шесть тысяч? Позвоню, попрошу. Звонит, говорит, брат, слушай, у меня нужда сильная, помоги мне. А он ему говорит, ты знаешь, нет. И называет какую-то принадленность. Как бы предсоснование. И он говорит, я так в растерянности какой-то. Ну, неужели для него это какая-то большая сумма. И он пришел в такое разочарование. Как так? Мы вместе с ним, ну, спали почти на одной кровати. Мы ели из одной чашки. Ну, мы друг за другом. Как? У меня нужда. У него есть возможность. И он мне не дал. Ну, как? Копейка для него это. И он пришел в такое разочарование, печаль. Такое, нет радости. Я увидел его в глазах. И мы так очень часто думаем. Кто-то должен восполнить нашу нужду вот из людей таких. И мы смотрим, у кого бы занять, кто бы, вот, у кого, у кого бизнес, бизнесмена где. Вот с вами я хочу дружить. чтобы потом у вас можно было как-то у меня нужда. Я говорю, вот хорошо, что у меня есть друг бизнесмен. Когда у меня есть нужда, я сразу к этому другу приду, скажу, помоги мне. И он, конечно, держи, брат. Мы так привыкли. Но послушайте, это не Божий принцип. И это не Божий метод. Почему я вам объясню? Потому что Бог восполняет наши нужды через нуждающихся. Еще раз. Бог желает восполнять наши нужды через тех людей, которые сами находятся в нужде. В Библии есть много историй. Мы одну сегодня разберем. Но когда я читаю деяния апостолов, я вижу историю. Апостол Павел, у него была нужда. Он искал направление в своей жизни. Знаете, это же нужда, когда ты не знаешь, куда тебе идти, как тебе дальше жить. Это нужда. И она может быть намного серьезнее, сильнее, чем если кусок хлеба в твоем, ну, у тебя дома. Как дальше жить? Он искал направление, и он не мог найти. Он пошел в один город, и там ничего не получилось. Он пошел в другой город, и там ничего не получилось. Он в растерянности. Боже, куда мне идти, как мне жить? Где направление? Где ты хочешь меня видеть? И однажды ночью он лег спать. Во сне ему снится сон. Снится некий мужчина, македоянин. И этот македоянин говорит, Павел, приди к нам и помоги. И утром, когда они проснулись, он говорит, братья, мне приснился вот такой и такой сон. И все сказали, слушай, Бог зовет нас в Македонию, мы должны пойти туда. И когда они пришли туда, они увидели, что там еще не было ни одной церкви. Там еще Божье Слово не проповедовалось. Бог привел их нуждающихся в нужду. И знаете, если вы внимательно разберете и прочитаете это место, то там Бог восполнил их нужды. Там апостол Павел понял свой путь, он понял свою нужду, он там увидел направление. Через что? Через нужду. Через нуждающихся людей в Евангелии. Может быть, это звучит как-то так духовно. Ну, а как вот Бог восполнит мою нужду материальную? Да у меня есть нужда материальная. как через нуждающихся. И вы знаете, сегодня мне пришла на память удивительная история. Я хочу, чтобы мы ее с вами разобрали и увидели, как чудесен нас Господь. Мне хочется, чтобы сегодня мы вышли и наши молитвы, они изменились. Вместо того, что мы просим Боже, дай мне, мы начали молиться покажи мне. Чтобы мы сменили дай мне на покажи мне. Третья книга царств. Мы будем читать с вами 17 главу. В стране засуха, голод. Голод до такой степени, что несколько лет нет дождя. съели всю скотину, всех животных. Нет травы. Люди начали есть друг друга. Даже были такие вещи. Бог заботился о Божьих людях. Библия говорит, что пророк Илья был удивительно обеспечен. Он скрылся у потока Хараф и там Господь кормил его. Знаете как? Вороны приносили ему два раза в день хлеб и мясо. Представьте, да? Ворон прилетает, утром хлеб, мясо, ты поел, водичка у потока, тут попил. Никто не знает про эту воду. Знаешь, только ты один, ты попил, живешь дальше. Вечером опять прилетает ворон и он приносит тебе опять хлеб, опять мясо. Так здорово. Слава Иисусу. Чего не жить? И знаешь, когда такое происходит во время засухи, ты смотришь уже на эти вещи, это уже не как чудо. Уже не как чудо. Я вот на днях сестра рассказывала, подумал, грибочков бы маринованных сегодня сестра одна говорит, Денис, иди сюда. Тут у меня грибочки маринованные. Ворон какой-то прилетел. Бог силен заботится о нас. Послушайте, для Него это не трудно. Можете себе представить, время голода, а Илья ест мясо. Я подумал, где же эти вороны брали мясо? Если вороны не сеют, не жнут, где они брали мясо? Где они брали хлеб? В каком месте? Кто во время голода хорошо живет? Во время голода из людей кто хорошо живет? Царь? Ну, а кто? Царь? А как проникнуть к царю в дом? Кто из вас может туда зайти? Царь, дай кусочек мяса и хлеба. Приехал в Кремль, говоришь, дай кусочек мяса, кусочек кушать хочу. Кто может так? Но мы же ведь так, вот этот президент, он нам то, он нам это, мы так, да? Конечно, никто не даст нам с царского стола, но вороны, они туда проникали. Потому что для вора, ворон, вы видели эту птицу наглую? вы видели? Какая вора, но он еще смотрит так на тебя еще, и ты его не поймаешь, он такой хитрый, и так вокруг тебя, и смотрит так, и клюв у него такой, и еще клюнуть может. И они умудрялись, а потом я понял, а как они находили Илю? Навигатор, у них вот здесь навигатор. И Бог щелкал им там, и ворон по навигатору, он летел туда к потоку Хараф, и Илья жил. Бог силен, заботится о нас. Но в эту историю мы пропускаем, мы идем дальше. Седьмой стих семнадцатой главы, послушайте. по прошествии некоторого времени этот поток высох, и не было дождя, ибо не было дождя на землю. Нам бы, конечно, бы хотелось вот так всю жизнь, чтобы вороны нам мясо, хлеб приносили, и чтобы водичка была, правда? И так бы вот нам жить припевающе. Нам бы так хотелось. И да, периоды такие приходят, мы так живем, все есть, достаток. А потом раз ты заканчиваешь, она летает, и вороны летают, то утру. И тебе надо уже вот эту утреннюю пищу разделить еще и до вечера. А потом раз в один из дней и утром, и вороны и утром не прилетели. И ты уже голод испытываешь, и ты подходишь к этому потоку, и там нет воды. Послушайте, я говорю вам не только о физической нашей потребности, я говорю вам намного глубже о духовных вещах, потому что мы нуждаемся не только в пище тленной, мы еще нуждаемся в духовной пище. Восьмой стих, посмотрите. И было к нему Слово Господне. Что это значит? Это значит, что Бог тоже это видит. Он тоже понимает, что пришла нужда. Пришло Слово. Посмотрите, девятый стих. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. И я повелел там женщине-вдове кормить тебя. О! Слава Богу! Бог обо мне позаботился. Иди, говорит, там в Сарепту и там я повелел. Ты же видел, как я воронам повелевал? Да. И там я повелел женщине. Она вдова, мужа нет у нее. И она будет о тебе заботиться. И мы так думаем. Наверное, эта женщина очень богатая. У нее, наверное, там дом, хоромы такие. Слуги, наверное, ходят. Она, одинокая, мужа нет, но я приду, как мужчина, она будет обо мне заботиться. Будет накрывать такую поляну, я буду там жить. Бог обо мне. мы так думаем. Бизнес-вумен. Бог позаботится обо мне через бизнес-вумен. Аллилуйя! Нет. Посмотрите. и встал он и пошел в Сарепту и когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, что делает? Собирает дрова. Это первый ужас, наверное, который вот он, ну, он увидел, она дрова собирает. Понятно, слуг у нее нет. Денег на дрова у нее тоже нет. Ну, так бы ты заплатил, тебе бы дрова на дом привезли. Она ходит, сама собирает. Дальше он ее подозвал к себе и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться, так осторожно. Она пошла, чтобы взять, а он, знаете, так вот, как, нерешительно, как бы, дай воды, она пошла, а он ей вслед кричит, ну, возьми для меня там кусок хлеба в руки свои. Чуть-чуть хлеба возьми. Он уже так думает, ну, кусок хлеба, может, она даст. Ну, кусок хлеба там в руки, поляну, уже поляну не, хоть кусок хлеба. А она говорит, жив Господь Бог твой, верующая, слава Богу, хоть верующая, то верующая, жив Господь Бог твой. Смотрите, у меня ничего нет печеного. Ну, подумал, ну, может, ничего нет печеного, она же не успела приготовить. Может, приготовит. Она говорит, только есть горсть, муки в катке и немного масла в кувшине. И вот, я наберу полено, два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это, и умрем. Боже, Ты послал меня к нищей, к бедной женщине. Может быть, Господи, Ты что-то перепутал. Как она будет обо мне заботиться? Как? У нее ничего нет, она нищая, она думает о том, как съесть последнее и умереть. Боже! Господи, наверное, Ты перепутал, не та женщина, может, другая. Где? Где это? Где это бизнесвумен? Где эта богатая женщина, которой Бог повелел заботиться? И Бог начал говорить с Илей, Я сказал тебе, Я буду заботиться о тебе. Ты видел? У тебя есть нужда? Да. У этой женщины тоже есть нужда. Думаешь, Я только заботюсь о тебе? Нет. Я хочу также позаботиться и об этой женщине. Или не будь эгоистом, перестань думать только о себе. Вороны, которые приносили тебе хлеб и мясо, они тоже ели с царского стола. И сказал ей Илия, Женщина, не бойся, он увидел в нее страх. Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой оперснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Здесь нужно дать должное этой женщине, верующей женщине. Она увидела, перед ней стоит Божий человек. И этот человек находится в нужде. Он пришел с дороги, он проделал дальний путь. Она увидела, он хочет пить. И он даже просит кусок хлеба. Он хочет кушать. Она увидела нужду. И она послушала. Она сказала, хорошо. Ладно. Какая разница? Умру я после того, как съем эту лепешку? Или чуть раньше? Какая разница? Но все-таки я попробую послушать то, что говорит Божий человек. И посмотрите. Так говорит Господь Бог. Мука в катке не истощится, масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла эта женщина и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Аллилуйя! Мука в катке не истощалась и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илью. Ты берешь муку из катки, а она не кончается. Ты масло льешь, а оно не кончается. Чудо! Чудо! Бог восполнил чью нужду? Обоих. Как? Нужда через нужду. У Него была нужда и нужда была у нее. и когда они встретились нужда была восполнена. Посмотрите, что пишет апостол Павел к филиппийцам в 19 стихе, 4 глава, 19 стих. Я хочу обратить ваше внимание, что это послание к филиппийцам апостол Павел писал, будучи, находясь в тюрьме за Слово Божие. Скажите, находиться в тюрьме за Слово Божие это нужда? Есть там нужда? В чем нуждается человек, который находится в тюрьме? Физически. Кто сидел? В чем нуждается? Он испытывает там нужду? кушать надо там? Хочется? Холодно? Одежду какую-то? Есть нужда? Тюрьма это нужда? Но посмотрите, что он пишет. 19 стих. Бог мой да восполнит всякую нужду мою. Так? Так? нет. Абсолютно нет. Он говорит, Бог мой, за которого я страдаю здесь в тюрьме, да восполнит всякую нужду вашу. А знаете почему? Потому что он знал, он знал, что там в Македонии Бог восполнил его нужду через что? Через нужду. и он знал, что если находясь в тюрьме, он сконцентрирует свое внимание на своей нужде, он впадет в депрессию, в разочарование и в страх. Послушайте, мы впадаем в депрессию, в разочарование и страх, тогда, когда мы концентрируем наше внимание на нашей нужде, на моей нужде, мы не видим нужды других, мы видим только нашу нужду, Бог, почему ты не отвечаешь, приходит разочарование даже в Боге, но если мы находясь в нужде, начнем говорить, Господь, помоги мне нуждающегося человека, через которого ты желаешь восполнить наши нужды, Бог покажет тебе нужду. буквально вчера чудо такое маленькое, но удивительное, брат Миша был у меня в гостях, он служит в Киргизии миссионером, он болеет сахарным диабетом, и он мне говорит, у меня таблетки закончились, вот таблетки я принимаю, и у нас в Киргизии дефицит, у вас здесь в Омске есть такие хорошие таблетки, в России есть, и он ничего не просил у меня, но он мне показывает, говорит, тот последний, сейчас не знаю сахар, не просил, он ночевал у меня дома, и за ночь 4 раза в туалет, для сахарных диабет, понимаете, это уже идет проблема, он ничего не просил, я так решил, думаю, Господи, я восполню его нужду, я не хвастаюсь, поймите, я хочу показать, как Бог действует, я хотел восполнить его нужду, не потому, что у меня избыток, нет, мы сейчас проходим через определенные трудности, финансовые в том числе, но я решил помочь, я попросил Максим съезди купи таблетки, он поехал, достаточно дорогие таблетки, но ровно через 10 минут, как я отдал ему пачку, на мою карту пришла сумма в три раза больше, чем я отдал, я сижу смотрю на этого человека, восполнил мою нужду через его нужду, Аллилуйя, и я купился зимнюю резину, Бог восполнил нужду через нужду, братья мои и сестры, нам нужно или необходимо поменять наши молитвы, сдай мне, на, покажи мне, брат Вальдемар Сардачук, кто-то его знает, он долгие годы является одним из основателей миссии Ниеми, это такая достаточно серьезная миссия, они в советское время еще ввозили подпольно сюда Библии, Новые Заветы и много социальных проектов, и он рассказывал мне историю, она очень сильно меня так, знаете, коснулась моего сердца, он рассказывал, у нас была в одной из латиноамериканских стран нужда, школа, много детей бедных училась в этой школе, это была христианская школа, ну она сейчас существует, и чтобы дети учились там, нужно была огромная сумма денег, то ли 30 тысяч марок тогда, то ли 40 тысяч, я не помню, достаточно большая сумма, и мы не знали, где взять эти деньги, мы не знали, но как восполнить эту нужду, и он рассказывает, я был дома, и вдруг позвонила одна бабушка, говорит, Вальдемар, ты знаешь, я хочу, чтобы ты приехала, у меня есть одна просьба, чтобы ты приехал, помог мне, ехать нужно было, ну километров 150, 200, для нас это как бы близко, а для Германии это очень далеко, но он говорит, целый день, говорит, я, говорит, собрался, у меня пастор же надо, бабушка же зовет, он говорит, я поехал, вымотался в дороге, приехал, зашел, она пригласила в дом, одинокая женщина, говорит, сели, и она мне полдня просто рассказывала, как она живет, как ей тяжело, как ей трудно, полдня, он говорит, я сижу, думаю, Боже, что я здесь делаю, и вот она рассказывала, как внуки ее не посещают, как дети забыли, как вот она болезнью справляется, ну, такая, понимаете, да, о чем? Полдня! Я, говорит, выслушал ее, я пастор, говорю, давайте я помолюсь за вас, встали, я, говорит, помолился ее, благословил ее, и пошел, уже выходить возле дверей, она мне говорит, ой, Вальдемар, я же совсем забыла, подожди, возвращается и приносит такой конверт, и он рассказывает, когда я открыл конверт и посчитал, сколько там денег, денег было ровно столько, чтобы закрыть нужду христианской школы в Латинской Америке, обратно, всю обратную дорогу, он рассказывает, я ехал, плакал и молился о том, какой чудесен Бог, что сделал Бог, у женщины была нужда, какая, одиночество, у нее была нужда, одиночество, а у Вальдемара какая была нужда, надо дырку закрыть там, школа христианская, и вот эти две нужды, они встретились и они начали одна нужда, один нуждающийся начал служить другому нуждающимся, потому что иногда просто побыть и послушать это очень полдня, это очень большое дело и когда нужда одной была восполнена, то нужда другого автоматически восполнилась. Братья, сестры, когда вы в нужде, не ищите тех, кто в достатке, ищите тех, кто в нужде, и восполняйте их нужды, и вы увидите, как Бог чудесным образом благословит вас и восполнит вашу нужду. Аллилуйя! Встанем на наши ноги, помолимся, поблагодарим Господа! Продолжение следует...